Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин и это Forbes Digest. Вы порой пишите нам, что мы рассказываем мотивационные сказки, но все мы знаем, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. И сегодня мы поговорим про ошибки и неудачи, которые случались в жизни известных российских миллиардеров. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте начнем! Бизнес – штука сложная и рисковая, и чем бизнес больше, тем ошибки могут быть масштабнее и страшнее. Порой это даже экологические катастрофы, которые случаются по вине людей. Не всегда в них виноваты владельцы компаний и акционеры, но отдуваться приходится им. Они получают не только самую большую часть пирога, но и все тумаки. Отлично про это сказал Сергей Галецкий, основатель Магнита. Когда случается большое ДТП в России, я единственный, кто вздрагивает с невероятной силой. Вот вам смешно, а я не сплю от этого ночами. Потому что твоя ответственность за все это, за вот эти 20 тысяч водителей, которые на твоих 6 тысяч грузовиках могут ехать куда попало, в автобус, во все. И вот таких вещей невероятное количество, которые происходят каждый день. Когда у тебя 260 тысяч работников, ты спишь со снотворным. Ты все время в состоянии аффекта находишься. И эта жизнь не нужна большинству людей. Они не будут счастливы. Они, ну, то есть они не захотят такой жизни. Так что, дорогие подписчики, хейтерские комменты не всегда уместны, на мой взгляд. Раз уж мы упомянули Галецкого, то давайте поговорим про одну из его ошибок в бизнесе. Назовем ее так. Переоценил ситуацию. Сергей Галецкий. Как вы, наверное, знаете, Сергей Галецкий в 2018 году продал «Магнит». Продажа почти 30% пакета акций «Магнита» стала продолжением системного кризиса преследовавшего лидера российского ритейла в течение последних двух лет владения. По итогам 2016 года компания впервые в своей истории показала падение чистой прибыли. А темпы роста выручки оказались самыми низкими за 11 лет. В результате «Магнит» уступил по объему выручки своему главному конкуренту – X5 Retail Group Михаила Фридмана. Это бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». X5 Retail Group демонстрировал тогда рост на четверть. Пятница 20 октября 2017 года стала особым днем в инвестиционной истории «Магнита». Котировки «Магнита» рухнули на 12% из-за неожиданного падения прибыли. Чистая прибыль «Магнита» тогда упала на 53,3% за квартал. В чем был просчет? Конечно, однозначного ответа нет, но многие эксперты убеждены – проблема связана со стратегией Галецкого. «Магнит» прославился тем, что он начал свою экспансию на Россию не из Москвы, как это часто бывает, а из Краснодара. И Галецкий всегда подчеркивал этот тролль о москвичей. Вроде еще московские бизнесмены не закончились, а столичный журнал обращает внимание на провинцию, это уже приятно. 20 лет занимались своим бизнесом и построили самую большую частную компанию в России. У нас работает 250 тысяч человек. Это, наверное, не только я, это все те ребята, которые со мной сделали. Поэтому я думаю, что они вместе со мной этот достаточно приятный приз получают. Спасибо большое. До кризиса 2014 года стратегия захвата России себя полностью оправдывала. «Магнит» открывал рекордное количество торговых точек в регионах, в самых глубинках и деревнях, куда руки других сетевых ритейлеров не доходили. С кризисом и очередным падением цен на нефть ситуация сильно ухудшилась, а «Магнит» все продолжал открывать и открывать новые точки, заполняя собой всю нашу необъятную Родину. Но потребительский спрос становился слабее, инфляция замедлилась, а конкуренция усилилась. Кроме того, на это обстоятельство наложился редизайн сети, который повлек за собой огромные инвестиции и снижение свободного денежного потока в том неудачном для «Магнита» 2017 году. И еще, не вовремя Галецкий решил сделать запуск комплексу по выращиванию грибов. «Это мои все! Все мои! Не подходи сюда, это мои все! Мои!» Пиньоны – штука полезная, но с грибами надо быть аккуратнее. Риски – они тоже дорого обошлись в «Магниту». «Грибы! Где грибы?» «Хороший, Серега!» «Защикай!» Едва ли Серега, к которому обращается Лапенко, галецкий, но провести параллель с утопанием ради гриба можно, по-доброму. Впервые «Магнит» обогнал «Х5 Ритейл» по годовой выручке в 2010-м, и с того момента конкуренция была серьезная, нос к носу, но подход и стратегии отличались. И в те годы, когда «Магнит» агрессивно увеличивал количество точек, «Х5» работал над внутренними сервисами сети, обновляя и улучшая уже существующие магазины, работая с мерчендайзом и маркетингом. Галецкого критиковали за излишний консерватизм, который, например, выражался в его скептическом отношении к интернет-продажам продуктов питания. В то время их уже успешно развивал «Х5 Ритейл Групп» на протяжении нескольких лет. Также Галецкого ругали, что он слишком поздно начал обновлять магазины, пропустив вперед тех же «Х5». И с 2021 года онлайн-продажи кажутся вообще естественными. Тогда это, правда, было необычно. Инвесторы в «Магнит» не были особенно довольными такой позицией Галецкого, что можно понять из его выступления после продажи банку ВТБ. Я не должен стоять поперек этого процесса. Если инвесторы хотят изменений, они должны их получить. Нельзя сказать, что эти ошибки для Галецкого стали роковыми. Он много раз говорил, что очень устал работать в таком темпе. После того, как бизнесмен покинул «Магнит» и получил с его продажи на секундочку 138 миллиардов рублей, он погрузился в развитие футбольного клуба «Краснодар». А также построил парк, начал заниматься вином и инвестициями. Это и есть твоя жизнь, когда ты ее живешь не по кальке. Какого-то вечного перманентного роста, успеха, бла-бла-бла. Ты ее живешь по тем ощущениям, которые тебе важны в жизни, да? Да, в свое время X5 Retail ловко обогнала «Магнит», но за долгую бизнес-карьеру у Михаила Фридмана случались и неудачи. Может, опять же, не идеальная у вас формула? Конечно, не идеальная. Возможно, мало кто из вас помнит, что альфа-групп миллиардеров Фридмана, Авена и Хана связаны с крупнейшей в истории США техногенной катастрофой нефтяной отрасли, с момента которой на сегодняшний день прошло уже 11 лет. Эти кадры 10 лет назад облетели весь мир. Крупнейшая в истории США техногенная катастрофа. На нефтяной платформе Deepwater Horizon, в переводе «глубоководный горизонт», в Мексиканском заливе прогремел взрыв. Погибли 11 человек, пострадали 17. Для мирового океана и экологии в целом последствия растянулись на долгие годы. В апреле 2010 года на управляемой буровой платформе Deepwater Horizon, которая проводила разработки скважины Маконда у побережья американского штата Луизиана, произошел взрыв метана, в результате которого погибли 11 человек. И еще 17 пострадали. А сама платформа затонула в течение двух дней, образовав на глубине полутора километров поврежденную скважину, из которой в залив начала вытекать нефть. Утечку удалось остановить только спустя 5 месяцев. Однако за это время в воды вытекло около 5 миллионов баррелей нефти. Это примерно 682 тысячи тонн. А нефтяное пятно достигло площади 75 тысяч квадратных километров. Луизиана, Маконда, причем здесь Михаил Фридман, спросите вы. На момент аварии платформой Deepwater Horizon управляла нефтегазовая компания British Petroleum, BP, российское управление, которое представлял Михаил Маратович. В 2003 году британская BP и акционеры ТНК Тюменской нефтяной компании, 40% которой в 1997 году приобрел Альфа-банк Фридмана, объединили свои российские активы и создали совместную компанию ТНК BP. Михаил Фридман совместно с Виктором Виксельбергом и Леонидом Блаватником являлся совладельцем ТНК BP. Возможно, одной из причин конфликта между акционерами, который тлел уже несколько лет, стал ряд последствий после катастрофы. Компания BP лишилась 40% своей рыночной стоимости за период с 20 апреля по июль того же 2010 года. А на работы по ликвидации аварии было выделено 25-30 миллиардов долларов. Запомните эту сумму. К тому же первые иски на BP начали подавать буквально через месяц после катастрофы. Справедливо за возмещением финансовых потерь стали обращаться проживающие на побережье, владельцы бизнесов, а также правительственные организации, обвинявшие компании в нанесении убытков из-за утечки нефти. Всего количество истцов превысило 100 тысяч человек. Кроме того, в январе 2011 года правительственная комиссия США по расследованию причин аварии в Мексиканском заливе постановила, что авария на платформе произошла из-за ошибок менеджмента компаний, участвовавших в освоении месторождения. Согласно 48-страничному отчету комиссии, менеджмент, участвующий в разработке скважины, сделал ряд решений по сокращению расходов на безопасность, которые в конечном итоге привели к крупномасштабной катастрофе. Взрыв на нефтяной установке, разлив нефти никогда не должен был произойти. И я приношу свои глубочайшие извинения за то, что он произошел. Когда я узнал о смерти 11 рабочих, я был просто опустошен. На компанию обрушился шквал критики. БП не может уйти, не должна уйти и не уйдет из залива, пока не выполнит свои обязательства по устранению утечки и ее последствий, а также пока не компенсирует урон. Заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс. При этом в американской прессе практически не упоминалась роль российского руководства компании в случившемся, что, безусловно, спасло репутацию наших коммерсантов. Стоит отметить, что в бизнесе всегда приходится учиться на ошибках. Так, например, Михаил Фридман успешно вернулся в нефтяной бизнес в 2018 году. Фридман и его партнеры Палетер Уан купили Sierra Oil & Gas, одну из крупнейших мексиканских нефтегазовых компаний. Сделка стала крупнейшей на нефтегазовом рынке Мексики с момента его либерализации в 2013 году. И если Альфе и Фридману удалось избежать публичной расправы в России из-за мексиканской катастрофы, то другому известному российскому миллиардеру досталось по полной программе. Совсем недавно. Я думаю, вы знаете, о ком идет речь. Владимир Потанин Напомним контекст. 29 мая 2020 года. Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочернее предприятие Норникеля. Произошла разгерметизация аварийного резервуара из-за бетонной площадки, в результате чего в реке и почву разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Сложно не принять во внимание масштаб катастрофы для окружающей среды. Продукты нефтепереработки отравили две реки и озера, обеспечивающие водой местных жителей. Это бурое масляное пятно на реке Амбарное – результат утечки дизельного топлива. Из-за аварии на Норильской ТЭЦ номер 3 в воду попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. ЧП почти сразу назвали экологической катастрофой. Конечно, на вопрос «кто виноват?» можно ответить по-разному. Кто-то говорит, что виновата глобальное потепление. Кто-то считает, что были нарушены меры базовой безопасности для резервуаров. В компании Норникель, которой принадлежат цистерны, сделали предположение, что во всем виновата глобальное потепление. Из-за него могли сдвинуться опоры под топливными цистернами. Но экологи не исключили банальной халатности. Большинство склонно ругать непосредственно Потанина. Что говорит о причинах сам Владимир Олегович? Прежде всего, нужно сказать о том, что одной из существенных причин, одним из основных факторов явилось таяние вечной мерзлоты. И оно не единственный, конечно, фактор. Здесь был и человеческий фактор, и недостатки проекта, который еще в 1981 году делался и недостаточно качественно был реализован. И вообще недооценка рисков, связанных с такого рода, эксплуатацией такого рода объектов, она налицо. Но в данном случае интересно, что абсолютно новый и плохо прогнозируемый фактор таяния вечной мерзлоты включился. Новый не потому, что мы не знали о том, что вечная мерзлота тает. Но к этому как-то всегда спокойно относились. Одной из серьезнейших проблем не только руководства, но и системы взаимодействия между госорганами и компанией можно считать несвоевременную передачу информации о происшествии. По вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем? Я не хотел бы сейчас возвращаться к той истории о том, что компанию несправедливо обвинили в том, что она не сообщила об аварии. Хотя это сейчас уже ясно, что это уже неправда. Но отчасти такого рода информация, которая, кстати, нанесла большую репутационную ущерб нашей компании, и так произошла, мягко говоря, неприятность, да еще и обвинение в том, что мы на это неправильно среагировали, было, так сказать, особенно тяжело. Но отчасти это происходило из-за того, что взаимодействие между самими государственными органами, которые это регулируют тоже, было на этот момент не идеальным образом отработано. Важно отметить, что для Арктики произошедшее является грандиозной катастрофой. Эксперты говорят, что расхлебывать аварию придется десятилетиями. При этом следует отметить подход Потанина. Основной владелец норильского никеля пообещал ликвидировать последствия ЧАЭС за счет компании и не использовать бюджетные деньги. Я думаю, что это миллиарды рублей, это большие деньги. Но, знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает, ну вот сколько нужно будет, столько и потратим. Это, конечно, миллиарды и миллиарды. Ну, примерно, на вскидку, порядок, какой пример? Я думаю, что, ну, про штрафы я не могу судить, так сказать, сколько насчитают, столько насчитают, но расходы, я думаю, ну, 10 миллиардов и более, я думаю, вот так вот. В конечном итоге арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск о взыскании штрафа за ущерб окружающей среде после разлива топлива в размере 146 миллиардов рублей. Впрочем, это рядом не стоит с затратами, которые понесла BP после аварии в Мексике. Происшествие, конечно, привело к очевидным последствиям. С 29 мая капитализация норникеля упала на 4,4% на лондонской фондовой бирже и на 6,5% на московской. Однако это не оказало существенного влияния на деятельность компании. Тем не менее, потребовалось некоторое время, чтобы котировки выровнялись. После этой роковой ошибки досталось не только Потанину, но и теперь уже экс-мэру Норильска Ринату Ахмедчину, осужденному на 6 месяцев исправительных работ. Следствие установило, что 29 мая 2020 года из резервуара на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за аварийной разгерметизации вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Все это попало в реки Амбарную и Далдекан, озеро Пясино и одноименную реку. Однако мэр в течение двух дней не принимал мер по ликвидации разлива нефтепродуктов. Ахмедчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий не принял, сказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Также были задержаны директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Они стали подозреваемыми по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов». Да, многие будут писать в комментариях, что вот, понесли наказание небогатеи, но хочу напомнить, что в самых разных источниках, так скажем, близких к Кремлю, ходили слухи возможной национализации норникеля, перехода из рук Потанина к государству. Официальных подтверждений, конечно, нет, но, думаю, тогда Потанину было не смешно. Кстати, во время своего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что обязательно нужно наказывать тех, кто загрязняет окружающую среду, и срочно принять такой закон. Жестко действовать у нас в стране умеют. Если хотите продолжение серии выпусков про ошибки миллиардеров, все просто. Ставьте лайк, пишите комментарии, следите за обновлениями. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok